Врут твари, все врут по телевизору, рассказывает женщина, которая смогла уехать из Суджи, города, который находится в Курской области и который сейчас находится под контролем ВСУ. Российские власти постоянно рассказывают, что нынешняя война нужна для того, чтобы защитить россиян, защитить от НАТО, от боевых комаров и еще от чего-то там. Я уже сбился со счета количества версий и забыл вообще, как они звучат. Они защищали русскоязычное население Харькова, Одессы, Мариуполя и других городов. Защищали, правда, тем, что стирали бомбами эти города с лица земли. Те, кого россияне якобы пошли защищать, во многом уже мертвы. Но защищают они теперь и Белгородскую, и Курскую области. Украина пытается отстоять собственное государство и воюет с Россией, потому что не готова отдавать свою территорию и своих родных и близких в руки российским военным, которые устраивают Бучу, Ирпень и многие другие ужасные вещи делают, ну, по факту уничтожая местное население. Поэтому Украина бьет туда, где у России слабый фронт, а именно в Курскую область. Закончить это все можно за один день. Россия просто выводит войска из Украины и больше ни одного украинского солдата не будет на российской территории. Ни одного взрыва, ни одной ракеты, ни одного дрона. Но России наплевать. Владимиру Путину наплевать на жителей этих населенных пунктов. Владимиру Путину наплевать на то, что там происходит. И даже сейчас, когда украинские войска захватывают российскую территорию, российские власти, в том числе и местные, продолжают врать. Человек, который руководит суджей, рассказывает, что там нет сил ВСУ. Другие воскопоставленные лица, их помощники, рассказывают, что оттуда идет эвакуация. Местные жители говорят, что все это вранье. Что их жизнь не только была поставлена под удар, и они в опасности из-за российской армии, которая пытается уничтожить Украину, но и местные власти не делают ничего для того, чтобы их спасти. И сегодня, собственно, чтобы не быть голословным, я вам покажу, что для России значит «своих не бросаем». Потому что для Владимира Путина «свои» — это убийца красиков, это карточные мошенники, ну в смысле с кредитными картами. Но это точно необычные жители Курской области, Белгородской области и многих других областей, где пока еще не звучат сигналы воздушных тревог. Вы на канале Майкла Наки, если нет, то переходите, поддерживайте лайком, комментарием и подпиской на канал. Все это помогает продвигать видео. Ну а также поддерживайте канал финансово на сервисе Patreon, ссылка в описании. Итак, начнем с этого видео, как раз которое я упомянул в начале. Люди сами спасались из Курской области, об этом рассказывает одна из ее жительниц. Команды стрелять не дают. Ребята видят, они не дают команды стрелять. Не дают. Врут по телевизору. Врут, врут, врут и врут. Твари врут. Кто не спасал? Люди сами спасались. Эти твари администрации врут, себе медали вешают на плечи, на грудь, только потому что люди сами спасались. Сами спасайтесь, кто может. Сами спасались. И врут твари, все. Второй раз уже разбомбили. Нас 25 июня разбомбили, сожгли дом, сожгли все чудом. Живые остались. И вот теперь снова, опять, виноваты твари вот эти, вот эти твари. Я напомню, что в этот момент официальные власти, вплоть до Герасимова и Владимира Путина, говорили, что в Курской области какая-то провокация. Владимира Путина это стало ситуацией. При этом Герасимов рассказывал, что граница не прорвана, а официальные каналы рассказывали, что ничего страшного не происходит. И, собственно, мы видим, что по факту это вообще никаким образом не соответствовало действительности. Жители Суджи, которые смогли из нее уехать, записали большое видеообращение к Владимиру Путину. Давайте узками его посмотрим. Уважаемый Владимир Владимирович, мы, жители Российской Федерации, Курской области, Суджанского района, обращаемся к вам. 6 числа на нашу землю зашли иностранные войска с натовской техникой. За несколько часов наш город был превращен в руины. Мы, наши родные, мужья, соседи защищают Донбасс. Мы лишились земли, мы лишились домов. Мы убежали под обстрелами, бежали среди руин. Многие без документов. Хотим обратиться к вам, чтобы вы... Хотим попросить помощи. Мы остались одни. Мы привыкли к обстрелам. Мы поддержали СВО. Мы помогали нашей армии с первых... И помогаем, продолжаем помогать с первых дней. Начало СВО. Мы... Кто-нибудь продолжите, пожалуйста. Добавьте кто-нибудь. Мы остались с детьми. Без крова, без выпуска, без денег. Мы уехали, все могли. У нас дети боятся, но все осталось. Наши родные остались. Мы не можем с ними созвониться. Связи никакой нет. Пожалуйста, помогите нам вернуть нашу землю. Вот вроде хочешь посочувствовать людям. Вроде видишь, что действительно война пришла к гражданским. Вроде хочешь как-то, уже не знаю, как-то сказать какие-то слова поддержки. А потом они начинают рассказывать, как поддерживали СВО, как их родные и близкие воюют на Донбассе. Я все понимаю. Я понимаю, что ты не можешь, обращаясь к Владимиру Путину, сказать, эй, ты пляшивый урод, который пытается уничтожить соседнюю страну. Какого хера происходит? Я понимаю, что нужны какие-то реверансы. Но зачем вот это вот добавлять, что мы поддерживаем армию? Зачем вот это вот вылизывание сапог? Но если вы помогаете российской армии, то вы уже не являетесь чистыми гражданскими. Вы понимаете это? Я вот помогаю украинской, не являюсь чистым гражданским, например. А вы, помогая российской, не являетесь чистыми гражданскими. Ну да ладно. Знаете, несмотря на то, что эти люди говорят, я все равно считаю, что они гражданские. Я все равно считаю, что смерть или страдание любого гражданского, независимо от того, с какой стороны границы он находится, это трагедия, большая трагедия, не ироничная, мне не радостно от того, что погибают некоторые мирные граждане под случайными обстрелами, мне не радостно, что люди покидают свои дома, нет, я конечно радуюсь, что Украина уничтожает российских солдат, которые хотят ее уничтожить, и собственно радуюсь за успехи ВСУ, безусловно, которые приближают ее к справедливому концу этой войны, но когда я вижу людей, которые остались без крова, нет во мне никакой радости, и единственное мое различие с теми, кто рассказывает про кровавых ВСУ, в том, что я знаю, что за это несет не просто ответственность, но вину Владимира Путина, ответственность на всех нас, на этих жителях, на мне, что мы не смогли остановить Владимира Путина от того, чтобы стать диктатором и начать большую войну, у нас было куча времени, 25 лет Путин находится у власти, но мы не сделали этого, кто-то как я сделал недостаточно, кто-то как эти жители не делали ни хера, и поэтому ответственны мы все, безусловно, но виновен, безусловно, Владимир Путин, из-за этих людей, из-за тех детей, что погибли в Донецке, тех, кто, собственно, чья память воспета на аллее ангелов, это все кровь на руках Владимира Путина, российской армии, до прихода российской армии на Донбасс не было там ни ракетных обстрелов, ни перестрелок, ничего там не было, это все было сделано российской армией, Гиркиным, ФСБшником и так далее, который за деньги Малафеева вошел туда с оружием, поэтому это все, безусловно, на руках Владимира Путина, как и нынешняя ситуация, но помимо прочего, помимо общей вины, конкретная администрация не делает ничего для того, чтобы помочь российским гражданам непосредственно уже в России, их бросили на произвол судьбы, вот послушайте дальше это обращение. Наша администрация не работала, давайте скажем прямо, мы привыкли к обстрелам, хочу сказать спасибо телеграм-каналам местным, которые предупреждали нас об обстрелах, об угрозах, мы могли спрятаться в подвалах, и в этот раз мы знали угрозу, знали, что стянули большое вооружение натовское, оно стоит у нас на пороге, но никто нас не предупредил, и мы не смогли взять никаких документов, ничего, мы уехали, родные остались там, кто в подвалах, скази нет. Причем генералы врут про сложившуюся ситуацию, просто врут на прополу, о чем рассказывает один из мужчин, который в этом обращении тоже есть. Владимир Владимирович, уважаемый, Малолокня, Малолокнянский сельский совет Сужанского района, наши жители услышали в 3.30 сильные взрывы, да. И в это время полетели ракеты в нашу сторону, все, кто смог, не понимая, что произошло, посвятили, сели на машины, некоторые уехали в трусах, в майке, некоторые в ночных рубашках, дети были закутаны в тряпку какую-то. Значит, буквально вчера, позавчера в СМИ появилась информация, что украинские войска отодвинуты дальше Новоивановского сельсовета Сужанского района. На сегодня, на сегодня, по звонкам местных жителей, которые остаются там в очень опасных условиях, было сказано, что Малолокня на 90% находится под контролем ВСУ. Пожалуйста, Владимир Владимирович, скажите своим руководителям, ответственным за информацию, за праведивость, чтобы показывали те реальные действия, потому что это вранье. Это вранье, это вранье, это самое, дает возможность гибнуть мирным жителям. Недавно, недавно начальник генерального штаба положил вам, что ситуация под контролем или что. Но на сегодняшний день в Сужанском районе, Корнинский район, идут огромные сильные бои. Никакой эвакуации нет, подтверждает одна из жительниц. У нас нет эвакуации из Сужанского района, в село Гуево, там люди остались, они оторваны от земли, они просто переплывают на речке, на лодках, они просто плывут через леса, через полу, они стреляют, они не могут оттуда вы выйти, там мирное население, помогите ему эвакуировать. Говорят, что было в эвакуации, никакой эвакуации не было, люди к тюрьму и сами бежали. И до сих пор не было, людей не вывозили. Больший Солдатский район, который идет следом за суджи, организованно. Их предупредили, люди собрали вещи, пришли автобусы, организованно вышли. На суджу напали, распродили за несколько часов. Это же подтверждают и в разговоре с Астрой, никакой эвакуации не было, все брешет. Астра дозвонилась до жителя суджи, который на фоне обстрелов покинул город еще до того, как это началось, так и не дождавшись эвакуации. Он вместе с женой ехал в Курск к дочери попутно, захватив еще четырех человек. Все вместе остановились в однокомнатной квартире дочери в столице области. Бардак полный, никакой эвакуации не было, все брешет, люди сами ехали. Мы выезжали, рассчитывая вернуться на следующий день, потому что никто нас ни о чем не предупреждал. В одних трусах, брошено все, ничего нет, никто ничего не говорит. Мы встречаем суджан на улицах Курска и все в шоке, потому что администрация никого ни о чем не предупредила. Ничего не было подготовлено, сказал Астра этот человек. По словам другого собеседника Астра, у которой в судже живут родственники, после трех часов дня военные обходили жителей города и предупреждали, что тут скорее всего будет жопа, так как есть шанс прорыва границы, и там украинцы с автоматами выбегали с полей и стреляли по машинам. Те, кто смогли, покинули город своим ходом. Первый зампред правительства Российской Федерации Денис Мантуров заявил об организации эвакуации суджи только 7 августа, то есть уже на следующий день после прорыва границы, после экстренного заседания правительства. По его словам, для беженцев организовано 15 пунктов временного размещения. В Рио губернатора области Алексей Смирнов заявил, что автобусами с захваченной территории вывезено уже 200 человек. По данным переписи населения, в судже проживало 5000 человек на 2021 год. Но многие говорят, что эвакуации не было. Медиазона поговорила с местными, Олег рассказал, ему 34 года, он говорит, в судже у меня тетка осталась и брат, они в погребы прячутся, я там живу, у меня там дом находится около маслодельного комбината. Началось все в ночь с 5 на 6, часа в 3 утра начались обстрелы, мы по привычке вышли к себе в коридор, думали, что это как обычно, часто так происходит, уже к этому привыкли. Оказалось гораздо больше, и шло 3 часа подряд, не переставая, стреляли по всей судже, я вижу и там, и там дым идет, разные взрывы, глухие из градов, они работали. В 6 утра какое-то затишье, все равно грохотало, но не так интенсивно. Я взял жену, ребенка, собрал документы, и мы уехали к родителям за 30 километров в Большесолдатский район, Курской области. Я не думал, что так серьезно все. Потом я поехал на работу в соседний регион, когда подъезжал, уже начал читать, что происходит там, что уже украинские военные вышли с захватом и границу передавили. Я развернулся и поехал назад, и забрал свою семью. Родители, соответственно, остались в Большесолдатском районе. Безопасно ли это место? Я не знаю. Там, мне кажется, километров 100 до Курска безопасного нет ничего. Из суджи мы спокойно уехали, бог помог. Конечно, это дело случая, я как-то машинально все это понял и вовремя уехал, не было еще этого ажиотажа. Вещи все там остались. Я видел на видео соседний со мной дом, от него один фундамент остался. Что с моим домом я не знаю, на видео его не захватили. Суджи, у меня тетка осталась и брат. Они в погребе прячутся, насколько я знаю, но связи с ними нет. Еще когда я там был, у нас электричество сразу пропало, а потом и вода и газ, так что связи нет, никому не дозвониться. Это у меня машина есть, я прыгнул и уехал. А если у человека нет машины? Куда он уедет? Куда он побежит? Никакой информации от администрации нет вообще. Что происходит? Куда бежать? В какую сторону? Или сидеть в погребе? Это у меня так получилось. Бах, прыг, поехал. Я потом ехал уже в туннеле, Большое Солдатское, Курск, А там женщина на дороге стоит, голосует. Я ее останавливаю, она говорит, все пачками едут, в машину некуда залезть. У меня нет машины кое-как на попутках. Вот как и мои родственники, у них не было машины. На тот момент не было никакой эвакуации. Какая эвакуация? Было что-то организовано? Нет. Никто не понимал, что происходит. И сейчас никто ничего не понимает. Пишут, что Суджу вообще захватили. Через полчаса пишут, что нет, Суджу не захватили. Такое количество вояк. Неужели никто ничего не видел? Или заранее нельзя было выяснить? Короче, нет слов, одни эмоции. Иван, 44 года. Будут сидеть по подвалам, пока не придет наша доблестная российская армия и не сотрет город с лица земли. У меня в Судже брат и мама. Племянник уехал оттуда вчера, где-то в 2 часа дня. Дома две машины. Он на одну сел, остальные не захотели уехать. Говорит, родственники не хотели отпускать. Не знаю, решили, думаю, брат переждать, но они остались там. Знаю, что многие выехали из города, но вот кто там остался? Связи нет, никак не узнать. Оттуда ехать? Ну это как на самоубийство отправиться. Оттуда не выехать. Простреливается город. Никто никого не эвакуирует. Такая есть информация. На видео видно, что уже куча машин гражданских, простреленных и военных в городе как будто нет. В общем, как будто бросили город на произвол. Живите как хотите. Но связи нет до сих пор. Будем надеяться, что все будет хорошо. У нас подвал есть. Я думаю, они смогут выжить. Ну, надеюсь на это. Надеюсь, что просто будет оккупация и не будут солдаты ВСУ трогать мирных жителей. Будут сидеть по подвалам, никуда не выходить. И все, пока не придет наша доблестная российская армия и не сотрет город с лица земли. Любовь. 33 года. Я нахожусь в Курской области. В зоне активных боевых действий мы с семьей выехали. Там без риска для жизни находиться нельзя. Там мясорубка буквально вот. По всем данным, противник продолжает пробиваться вглубь. Поэтому небезопасно нигде в области. Никакой организованной эвакуации не было. Никакого оповещения не было. Все было отпущено на самотек. Вся ответственность на самих жителях. Ни оповещения о том, чтобы покинуть город. И никакой помощи с эвакуацией в первые сутки не было. Все в виде ситуации выезжали кто мог сами. У нас с 3 часов ночи и 6 августа начался массированный обстрел. Некоторые здания серьезно пострадали. После 9 часов утра, наверное, появилась информация о прорыве границы. Официально нигде не озвученная. Все из уст в уста между местными жителями. Стало понятно, что что-то надвигается. Но мы не ожидали, что это приобретет такой масштаб. Поэтому уехали мы налегке. Без вещей. Без ничего. Рассчитывая, что в крайнем случае к вечеру как-то ситуация разрешится и мы сможем вернуться домой. В итоге вот где-то в 11 часов 6 августа мы из дома уехали. Домой мы вернуться не можем. Мы оставили все вещи. Мы оставили домашних животных, потому что мы рассчитывали вернуться. Сейчас нам продолжаются обстрелы артиллерии, обстрелы танков. По лесополосам сидит живая сила противника и обстреливает машины, въезжающие за минированные дороги и поля. Местные, кто так же, как мы, все бросил и уехал, пытаются вернуться, хоть что-то забрать. Или может быть кто-то еще родственников пытается вывезти, потому что там еще остались жители. Они выкладывают видео. Там на всех въездах город обстрелы транспорта, разбитые машины. Вернуться и забрать хоть что-то невозможно. Мы уехали немного вглубь области, не у самой границы. Нам позвонили родственники и предложили у них пересидеть опасный период. Возможно будем еще дальше куда-то двигаться, потому что не очень все хорошо, не очень спокойно. Это не первые обстрелы всегда, но отстрелялись, все разошлись, живем дальше. В этом режиме мы живем уже не первый год, и такого мы не ожидали. И поэтому уехали абсолютно неподготовленными. У нас кошки, у нас взрослая кошка и котенок-подросток. Плюс у меня есть под присмотром кошки знакомых, которые уехали на каникулы в начале лета. Я за ними присматривал, их никто не будет кормить, потому что мы уехали. В целом все животные в городе за редким исключением брошены, потому что кто-то не рассчитывал, что такой оборот все примет, кто-то в принципе не особо трепетно к ним относится. Поэтому в смысле зоозащитных вопросов там катастрофа. Сейчас у нас нет информации о том, что там уцелело, что там разрушено. Мы знаем, цел ли наш дом, работа у нас еще есть. Будет в обозримом будущем, если город отобьют. Будет ли нам куда возвращаться или нас там не ждет совсем ничего, мы этого ничего не знаем, потому что военные информацию особо не разглашают. Местных там осталось немного, и тех, кто остался, у них нет связи, потому что свет пропал еще ночью в начале обстрела. Поэтому мы не знаем, мы ничего не знаем. Там у нас квартира и стройка начатая, незавершенная, но видимо уже которая никогда завершена не будет. Никакого оповещения адресного о компенсациях нет. И пока я не находила никакой публикации с какой-то информацией о компенсациях. Конкретного ничего никто не знает. Все на уровне слухов, от человека к человеку переходит кто-то где-то что-то услышал, вычитал. У кого-то какие-то родственники в администрации или еще каких-то органов власти. В общем, седьмая вода на киселе. Что-то там сказали. Насколько это соответствует действительности, представить невозможно. Большие разрушения в городе. Тех организаций, в которых мы работали, возможно, больше не существует. Возможно, нечего восстанавливать. Или затраты на восстановление будут несоизмеримы с тем, какой доход эта организация приносит. Плюс опять же, из уст в уста никакой официальной информации. Мародежство никто не отменял. Кто-то остался. И кто-то, кто не чист на руку. В общем, неизвестно вообще даже, отобьет ли город обратно. Если он отобьется, будет ли он восстанавливаться. Будущее туманно. Мы не знаем ничего, все на уровне. Одна бабка сказала. Работодатели тоже уехали. Работодатели тоже люди, которые бросили и свои дома, и свои предприятия. Неизвестно, кто захочет возвращаться, кто не захочет. У кого будут смыслы и возможности вернуться, у кого не будет. Никто точно не знает, что нас ждет. Предлагают размещение в ПВРах, пунктах временного размещения. Пока школьные каникулы, это в школах, спортзалах стоят штабелями койки. Где-то здания, санаториев, лагерей. Но опять же, их вместимость ограничена. Предлагают 400 человек разместить там. До 600. А учитывая то, что свои дома были вынуждены покинуть порядка 20 тысяч человек, это несоизмеримо с тем, что предлагается. Кто-то по родственникам, у кого-то были квартиры в Курске, хотя бы подальше от линии боевых действий. И людям было куда уехать. Кто-то в этих ПВРах, кто-то снимает жилье. В связи с этими событиями цены на сдаваемые дома и квартиры заметно выросли. Кто-то еще пытается на этом спекулировать. Мы видим то, что в официальных СМИ освещается. Это в действительности соответствует на 0,0%. Мы смотрим телевизор и слушаем рассказы о том, как у нас все хорошо, сидя при этом в 100 километрах от своего дома и не имея возможности туда вернуться и забрать хотя бы какие-то вещи первой необходимости. Забрать своих животных, узнать, есть ли у нас еще дом. А нам говорят, как у нас все прекрасно и никакого ни захода не было. А если он и был, то он успешно отбит. Но при этом там сконцентрированы немалые силы противника. На территории города и попасть туда никакой возможности. Попасть можно, но вернуться живым очень сомнительно. Яна, 31 год. Мы смогли выехать. Что там происходит, я не могу сказать. Еле выехали в тот же день на своей машине. Началось все с начала 4 утра. И просто всю ночь они не прекращали. Одно окно в детской у нас уже вылетело на тот момент, когда мы уезжали. Никакого затишья не было. В 10 утра они еще не прекращали. Били и грады, и ракеты. Там бухало, бухало, и под эти бухи мы уезжали с двумя детьми. Все напуганы были. У нас напротив храм. Туда прилетела ракета. Начался пожар. Мы уехали в Курск. Все делали самостоятельно. В суд же родственников не осталось. Что там происходит, неизвестно. Связи там нет. И так далее и тому подобное. Вы сами прекрасно понимаете, что люди все оказались в такой ситуации. Мне зачем врать? Они рассказывают, что все, что говорят по телевизору, вранье. Что наличие эвакуации, вранье. Наличие помощи какой-то, вранье. Это все вранье со стороны российской. А знаете, откуда это вранье? Это вранье по очень простой причине. Что вы думаете? Не видели сосредоточения сил противников у границ? Нет, их видели. Более того, об них докладывали Герасиму. Но Герасимов решил либо не докладывать Путину, либо Путин решил, что это ерунда. Он же властелин мира. Он же вертит вообще это все. А Герасимов не любит приносить плохие новости. Но даже когда все это началось, вместо того, чтобы сказать, куряне, жители Курской области, полная жопа, эвакуация срочная, все покидайте свои населенные пункты, уезжайте в Курск. Мы организуем специально это. Чрезвычайная ситуация была объявлена только через два дня. И в принципе Герасимов и Владимир Путин продолжают рассказывать, что там все хорошо. Министерство обороны практически раз в несколько часов рассказывает, что украинцы разбиты, разбиты. Затканалы их мутит. Они то говорят, что полная жопа, то говорят, что вот мы опять всех разбили. Правда, не прикладывая никаких свидетельств. Украинцы понятно, что делают. Украинцы наступают. Украинцы захватывают территории для того, чтобы снизить мотивацию России уничтожать Украину. Для того, чтобы иметь возможность обменять захваченные в России территории на свои собственные территории в случае переговоров. Для того, чтобы оттянуть в конце концов российские войска, которые прямо сейчас уничтожают Харьковскую область, уничтожают Донецкую область на Покровском направлении, на Торецком направлении, превращая в пыль украинские города. Но вот и обратка. Два с половиной года Украина терпела. Два с половиной года они не осуществляли никаких крупных войсковых операций на территории России. Хотя мы видим, что граница защищена примерно как калитка у деревенской бабушки. Входи не хочу. Но теперь вот они захватывают. Причем мы не видим какого-то, я не знаю, уничтожения местного населения или чего-то такого. Нет, мы, честно говоря, вообще ничего не видим, потому что украинская сторона ничего не публикует. Но мы не видим сообщения. Вот, например, Евгений Поддубный публиковал видео уничтожения якобы гражданской машины. Она указалась солдатами. Поэтому пока мы не видим каких-то массовых попыток уничтожения. Есть кадры, где едут гражданские, по их машинам начинают вести огонь. Но это потому что российские военные используют очень много гражданских машин в своих целях. Поэтому, естественно, украинские солдаты, зная уже и встречая эту ситуацию, они воспринимают любую машину, которая подъезжает как потенциального врага. Правда, судя по всему, стреляют не на поражение, а стреляют предупредительно, чтобы машина уехала. По крайней мере, те видео, что доступны, впрочем, тех, кто мог умереть в результате стрельбы, они вряд ли бы на видео смогли записать. В любом случае, мы видим, что Россия буквально бросила своих граждан на произвол судьбы. Но куда пропали защитные укрепления, спросите вы? Хороший вопрос. На строительство укреплений в приграничных районах Курской области было заключено два контракта, по которым планировалось потратить 3,2 миллиарда рублей на возведение фортификационных сооружений. При этом одна из компаний, которая их строила, исполнение контракта сорвала, пишет Вёрстко. О заключении контрактов издание сообщило в марте 2023 года. Согласно данным госзакупок, срок исполнения контрактов был установлен до 5 июля этого года. Исполнителям было выбрано АО «Корпорация развития Курской области» с правом заключать субподряды. Одним из таких субподрядчиков стала компания КТК «Сервис». В мае этого года 9 работников компании при поддержке прокуратуры подали иск КТК «Сервис» из-за задолженности по зарплате. Благодаря этому стали известны некоторые детали строительства. Из решений суда следует, что рабочие строили укрепления в 100 километрах западнее место, где 6 августа прорвались силы ВСУ. Строители получали по 5000 рублей в день, однако в какой-то момент КТК «Сервис» перестал оплатить зарплату, и строители обратились к коллективным заявлениям в прокуратуру, затем в суд. При этом стройка велась, по словам рабочих, непосредственно у границы с Украиной, и строители регулярно подвергались обстрелу. Все 9 исков были удовлетворены. Также в материалах судебного дела указано, что субподрядчик должен был закончить работу в феврале 2023 года, но не сделал этого. В сентябре 2023 года Следственное управление МВД России по Курску возбудило в отношении КТК «Сервис» уголовное дело по факту хищения и легализации денежных средств, полученных преступным путем. Укрепления в Курской области все же появились, но не везде, пишет Верстка со ссылкой на контрактника и местную жительницу. Военный рассказал, что дотов и укреплений на границе с Сумской областью не было как минимум в марте-майе 2024 года. Местная жительница Анна, которая выехала из Суджи во время обстрелов 6 августа, рассказала Верстке, что из защитных сооружений видела в основном только противотанковые ежи. То есть, судя по всему, все деньги просто спиздили, как это всегда и бывает у российской власти. Еще раз, понимаете, власть Путина, она комплексная, это не только война и разруха в Украине, это безусловно разруха и в самой России. И из-за денег, которые тратятся на войну и рассовываются по карманам чиновников, в том числе самого Владимира Путина, и из-за того, что, естественно, война не бывает в одну сторону. То есть, все, что происходит, все сортиры на улице, отсутствие укреплений, обстрелы и так далее, это все прямое следствие власти Владимира Путина. Поэтому, как минимум, вы не должны ее поддерживать и помогать ей ни в каком виде отправлять своих родных и близких на то, чтобы они шли воевать за путинскую армию, российскую армию. Вы не должны. Как максимум, вы должны сопротивляться российскому режиму, хотя бы словом, а может и делом. Но вы наверняка видели много кадров, которых в плен берут российских срочников. Как срочники оказались на границе и как вообще я к срочникам в этом контексте отношусь? Слушайте, ну понятно, что срочники это не те, кто за деньги пошел убивать. Даже более того, срочники это не мобилизованные, которых взяли, но все равно отправили в Украину убивать. Срочники несут службу на границе, при этом они участвуют в боевых действиях. То есть они обеспечивают логистику, обстреливают украинскую территорию и так далее. Я не могу сказать, что их ручки чистые и все прочее. Более того, срочникам неоднократно говорилось лично мной, не идите в российские срочники. Во-первых, треть из вас завербуют в контрактники, кого-то против желания, кого-то нет. А во-вторых, вам реально грозит опасность. Но я очень рад, что украинцы не расправляются с любым российским солдатом, а предлагают им сдачу, и срочники сдаются. Я рад, что сообщения задканалов о том, что там срочники держались до последнего и так далее, не соответствуют действительности. Я очень рад, что эти срочники, эти молодые ребята, что они сдались и будут комфортно себя чувствовать в украинском плену. Это не российский плен для украинских военных, которых 95% украинских солдат подвергались пыткам, как сообщает ООН. Это украинский плен, из которого на обмен выходят все розово-щеки, румяные, вообще в хорошем весе и так далее. Поэтому можно отмечать, что срочники все правильно поступили. Большой и низкий поклон, на самом деле, украинцам за то, что в них нет вот этой кровавой жестокости и желания отомстить каждому, кого они верят. Да, возможно, у них утилитарный мотив. Чем больше они захватят срочников, тем больше они смогут выменить своих граждан. И это, безусловно, первый приоритет для ВСУ. Кстати, набрали этих срочников довольно много. То есть, по разным оценкам, от 200 до 300 человек. Но что происходило? Откуда вообще там появились срочники и что они там делали? Об этом рассказывает издание Вёрстка. В Курской области во время прорыва ВСУ могло находиться от нескольких десятков до нескольких сотен срочников. Вёрстка нашла родственников, семерых солдат, проходивших срочную службу возле городка Суджа Курской области, а также поговорила с волонтерами, которые готовили для срочников обеда и узнала, что происходило с солдатами в последние дни. Брат Делюзы из Башкортостана 5 августа позвонил ей и сказал, что командование забирает у них телефоны, потому что ждут проверку. Он попал в Суджу в мае 2024 года, куда его вместе с другими срочниками отправили после учебки в Нижнем Новгороде, рассказала Вёрстке и Делюза. По её словам, брат был прикреплён к воинской части номера 127-21 в Брянской области. На позиции в Суджинском районе, где он находился, было 25-30 срочников и контрактники. Сколько они просили их вывезти в более спокойное место? Нет, ведь завтраками кормили. 5 августа он позвонил и сказал, что 6 августа их, наконец, увозят, рассказывает Делюза. Вывезли ли брата, Делюза не знает, потому что после того звонка он перестал выходить на связь. Сыновья-срочники Екатерины, Ирина и Светланы, находившиеся в Судже, также перестали выходить на связь несколько дней назад. Сын Светланы 6 августа в 1952 написал ей, что уходят на подкрепление. Последние остались, остальные уже на подкрепление ушли, были ранены, пересказывает Светлана слова сына. Племянник Евгений из Новоалтайска, призванный на срочную службу осенью 2023 года, последний раз выходил на связь днём 7 августа. Он попал в Суджу в мае-июне 2024 года, когда украинская армия начала обстреливать российские позиции в Курской области. Он успел сообщить близким, что жив и не пленён, но много срочников попали в плен. На позиции, где находился племянник Евгений, было ещё 30 солдат-срочников. По его словам, сейчас те, кто не был убит и пленён, ждут эвакуации. Они ждут в безопасном месте, если это можно так назвать. Сейчас там нигде не безопасно. Гражданских выводят до сих пор обычные добрые люди. Кто-то своими силами выбирается. Позор! А про срочников вообще никто не вспомнил, говорит она. О том, что часть срочников эвакуируют, Вёрстке рассказала также волонтёр Яна, которая готовила обеды для солдат на границе в Курской области. Я на связи с некоторыми солдатами-срочниками. У всех у них разная судьба. Некоторых эвакуировали, сообщила она. Сын-срочник Юлии из Сыктывкара был призван в декабре 2023 года. Суджанский район попал в апреле 2024. Он перестал выходить на связь три дня назад. Последние сообщения от него Юля получила в 10 вечера 5 августа. По словам Юлии, сын рассказывал ей мало, потому что нельзя было, но старался писать каждый день и говорил, что в последнее время они регулярно отстреливают птиц, дроны-разведчики ВСУ. Сейчас Юля не знает, что с её сыном, но от матери и других солдат-срочников она узнала, что когда ВСУ зашли в Курскую область, срочники держали оборону и многие попали в плен. Когда захватили Гуева, мальчишки из окружения писали матерям, просили помощи. Но мы до Москвы, на горячую линию Минобороны вообще не можем дозвониться. Военкоматы отвечают нам. Что вы за глупости говорите? Их там нет, у них просто забрали телефоны. В общем, задурочек нас держат. В госпитале Курска нам информацию не дают. Говорят, что некогда. Раненых очень много, сказала Юлия. Как рассказала верстка Ксении из Оренбурга, её 20-летний сын Даниил был с ней на связи все последние дни. По её словам, находится сейчас в госпитале в Курске. Даниил был призван на срочную службу в ноябре 23-го года. Прошёл учебку в Коврове Владимирской области. Затем, по словам Ксении, в мае 24-го года его перевели сначала в город Клинцы Брянской области, а после этого в Суджу. Что в августе сын написал Ксении и сообщил, что украинская армия начала обстреливать их позицию. Даниил также рассказал, что его ещё трёх срочников хотели перевезти на переезд российско-украинской границы, на передержку. Там ещё хуже. Там и так всё разъебали они. Так ещё и нас туда хотят отправить на передержку. Там блиндаж сгорел с вещами и оружием, и нас хотят туда отправить, написал он матери. В скриншоте переписки есть распоряжение верстки. В итоге Даниила эвакуировали. Позиция, где он находился, была на каком-то заброшенном заводе, рассказывала верстки его мать Ксения. Срочникам сообщили, что их вывезут, и они ждали. Электричества не было. Зашли военные и начали стрелять. Они подумали, что украинцы. Убежали с этого завода. Потом наткнулись на других ребят с другой роты. Они их вывезли. Как оказалось, это зашли наши. Стреляли в воздух. Думали, что там украинцы. Когда убегали, повредил сильно руку. Поэтому сейчас в больнице, говорит Ксения. По словам женщины, кто был ближе к границе, сын, говорят, погибли, взяты в плен. Ксения радуется, что бог миловал, и ее сын не участвовал в боевых действиях, но ее возмутило, что срочники оказались так близко к границе наковнули операции в СУ. Что разведка не знала, что там техника стягивается, это уже не обострение конфликта, а вторжение на территорию РФ. Когда 6 числа их всю ночь обстреливали, по телевизору сказали вскользь, что сбили 26 беспилотников. А то, что там прилетало из всего, чего только можно, про это молчок, говорит она. Волонтер Яна, готовивший обеды для солдат на границе, рассказывал Уверстке, что около Суджи было минимум 15 позиций, почти на каждой были срочники. Родственницы солдат, с которыми поговорил Уверстка, рассказывают, что в Суджинском районе было много опорных пунктов, и на каждом от 7 до 30 срочников. По словам матери срочников Сахтекара Юлии, 52 родственницы солдат-срочников, которые находились в районе Суджи, объединились и сейчас пытаются найти информацию о своих близких и достучаться до Минобороны. Контрактник, служивший в Курской области в марте-майе 2024 года, рассказал Уверстке, что на границе с Сумской областью Украины было несколько род срочников. Стояли пацаны только после учебки. Из Москвы даже как-то были, из каких-то ебеней. Помимо срочников, по словам собеседников, в Суджинском районе также были пограничные войска и бойцы чеченского батальона. Российская власть бросила всех. Жителей Курской области, срочников, вообще всех. И продолжает это делать сейчас. Четвертый день идет операция ВСУ в Курской области. Российские власти продолжают врать. Разбита колонна с российскими солдатами. Трупов 200 там должно быть по идее. Возможно меньше. Но даже если 100 российские власти продолжают рассказывать, как успешно они выбивают украинцев из территории Курской области. И даже не рассказывают, что город Суджин взят украинцами. Это и есть российская власть. Вранье. Собственные интересы. Отсутствие моральных каких-либо вообще качеств. Помните об этом, когда вас попробуют призвать в эту армию. Или когда вам предлагают за деньги поучаствовать в уничтожении Украины. Война вернется ко всем. И ваши власти не будут вас защищать. А с вами был Майкл Наки. И до скорых встреч. Всего доброго. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok